Пушки гремят, сабли звенят, кони скачут и все это под аплодисменты публике. В эфире программа «Хорошо да ладно» и сегодня с помощью Кирилла Белозерского музея-заповедника и его легендарной осады мы отправляемся прямиком в 17 век. На территории Кириллова, тогда еще Белозерия, в 1612-1618 годах на крепость нападали польско-литовские захватчики. Они были отбиты, хотя штурм продолжался в течение шести лет. То есть несколько раз нападали на крепость, но ни монахи, ни стрельцы, никто эту территорию все-таки не сдал. И вот это событие мы реконструируем ежегодно уже в течение 10 лет. На нашей площадке собираются исторические клубы из разных регионов страны. Это более 17 городов. Очень много клубов и 100 участников. Это считается очень крупный фестиваль. Кирилла Белозерская осада в прошлом году вошла в топ, в пятерку лучших культурных событий страны. Это кольчуга или панцирь, самая распространенная, в принципе, и самая дешевая из доспехов на 16 век. Стоили они в среднем 1-2 рубля где-то, что, ну, конечно, по тем временам было достаточно большой суммой, но вполне себе, ну, помещик мог себе позволить, даже среднего достатка. Александр приехал на традиционную Кирилловскую осаду из Калуги. «Основное оружие, как я сказал уже по местной кавалерии, это был лук и стрелы. Полностью все это называется садак, финал луч с луком и толчан со стрелами. Лук именно вот 16-17 века, это и не было оружия вот именно какой-то снайперской точности, да. То есть нужно было на скаку просто вот залпом, такой каруселькой проехать, да, и пострелять строй противника. Последнее их такое боевое использование, это было еще в 1812 году, ну, башкирская кавалерия на русской службе, они французам по тылам шухер наводили с луками, там, и с пиками. Для французов, конечно, это, ну, и казаки тоже, они, в принципе, лук тоже достаточно долго использовали». А вообще русское оружие, снаряжение и даже тактические боевые приемы скорее относятся к восточной традиции. «Ну, в силу, как бы, соседства, да, в силу того, что 300 лет у нас была все-таки в ассалитет, да, по отношению к Орде. Поэтому волей-неволей приходилось перенимать у них все вот эти элементы доспеха, вооружения, тактики. Сабля, ну, в данном случае это стилизация, сабль 16-17 веков». Реконструкторы стараются воссоздать оружие и снаряжение таким, каким оно было несколько столетий назад. Именно поэтому любители прошлых эпох съезжаются в Кирилло-Белозерский музей-заповедник каждый год. Из разных городов России и стран ближнего зарубежья. А среди них стрельцы, пушкари, кавалерия, казаки. «С одной стороны, это исторические декорации, да, исторические. В 17 веке построены стены, башни. Но это крепость, которая никогда не воевала. Она никогда не держала осады. Осаду держали стены 16 века. Но можно почувствовать, что вот эти мощные стены, вот эта реальная сила, которая у нас есть, и красота этой силы, сделанная руками местных крестьян. То есть это объекты, которые построены не приезжими мастерами, а жителями окрестных деревень. Кирилло-Белозерский монастырь был одним из богатейших монастырей нашей страны. Огромные земельные угодки в деревне. Большое число христиан. Отступают русские пушкари. Опять пошла вода, полкушарская конница. Начался рукопашный бой. Движение реконструкции 17 века в нашей стране пока только набирает обороты. Поэтому, если участвуют около 100 человек, это считается у нас довольно крупным фестивалем с хорошим представительством. В этом году мы пригласили реконструкторов, которые занимаются эпохой польских гусар. То есть у нас будут кавалеристы и лошади из Белоруссии, наши друзья, которые реконструируют польскую гусарю. Одна из эпох, которыми мы занимаемся реконструкцией, это крылатый гусар Великого княжства Литовского, государство, которое входило в содружество государств. Коронапольское Великое княжество Литовское создало Речь Посполитую. На момент Кирилла-Белозерской осады Речь Посполитая была оппонентом, противником, как минимум этого монастыря Московского княжества. И, собственно говоря, вполне наши предки могли стоять под стенами и какие-то претензии военные предъявлять. Но мне нравится, что в реконструкции, в современной реконструкции, реконструируя, помня нашу историю, уважая и любя историю каждой страны, мы спокойно после баталий и жарких, там где рубка идет и жаркая, спокойно садимся за стол, разделяем кубки, уважаем друг друга, беседуем об истории, подкалываем порой. Но это дружески, это не агрессия, это спокойная дружеская атмосфера. И, наверное, в этом реконструкция прекрасна. Сегодняшний выезд один из самых малочисленных нашего клуба, нас всего лишь четверо. Давно такого уже не было. Мы приехали четвером, четыре бойца, крылатых гусара, и привезли с собой восемь лошадей. Четыре лошади под нас, и четыре лошади мы предоставляем нашим противникам для боя. В данный момент я занимаюсь тем, что засыпаю гаряться в бандольер. То есть, что из себя представляет бандольер, это лента с специальными такими вот стаканчиками, которые называются зарядцы. В них засыпается определенная доза пороха, чтобы во время боя можно было заряжать оружие, не думая о том, сколько надо отсыпать. Здесь уже доза отмеренная на выстрел. Вот здесь вот можно посмотреть. В среднем доза на выстрел где-то от 10 до 12 граммов идет. Соответствующим образом выполняется полость внутри этого зарядца. Зарядец закрывается. Бандольер надевается через плечо. Таким вот образом. И вот здесь вот у меня находятся вот эти вот пороховые заряды. Они у меня всегда под рукой. Все это не только на камеру. Участники фестиваля живут в военном лагере. И доступ зрителям туда открыт. Для произведения выстрела в данном спусковом механизме, в фитильном спусковом механизме использовался вот такой фитиль. Фитиль из себя представляет кусок веревки, пропитанный селитрой. Фитиль поджигался с двух концов. Ну, это делалось для того, чтобы, если в бою один конец у нас погаснет, то у нас всегда был второй конец, возможность зажечь погасший конец, ну и пользоваться, соответственно, оставшимся концом. Значит, происходило заряжание мушкета в следующем образом. Исходная позиция – это мушкет находится на плече и не заряжен. Первое наше действие. Снимаем мушкет и укладываем его на левую руку. На эту полочку у нас из пороховницы насыпается затравочный порох. Кирилловская осада – это 11 интерактивных площадок. Выставка вооружения, фотосессии в костюмах и доспехах, стрелковая площадка. Помимо основного сражения в рамках Кирилловской осады, участники фестиваля устроили конное дефиле и настоящее состязание. Уважаемые публики, мы и группа «Дарк Ливер» приехали к вам из Выборга. Хотели поиграть немножко погромче, но из-за жары аппарат немножко сломался. Такое бывает. Поэтому вы сейчас услышите реально аутентичную музыку, реально аутентичное звучание, насколько это возможно. С каждым годом растет количество участников фестиваля. Расширяется география в планах организаторов перейти к театрализации действия, привлечь актеров, фольклорные коллективы, чтобы стены монастыря по-настоящему раскрыли дух времени. И именно так мы можем сохранить историю своей страны, отмечают участники фестиваля. Редактор субтитров А.Семкин